Собака Менялась только мода на породы Так, к примеру, когда в середине 60-х на экраны вышел художественный фильм «Ко мне Мухтар», то все дети поголовно начали просить родителей приобрести щеночка-овчарки, чтобы у них был такой же надежный и преданный друг, как в кино Самые распространенные клички того времени – Алый, Мухтар, Рекс, Джульбарс Примерно в то же время начался показ американского сериала про приключения шотландской овчарки по кличке Лесси Фильм пользовался невероятной популярностью, а ухоженная красавица Коли с длинной шерстью сразу же покорила множество сердец, породив моду на эту породу В 1979 году начинается показ еще одного культового фильма «Приключения электроника», который породил всплеск интереса к Эрдельтерьером Нужно ли говорить, что каждый второй щенок получал кличку Ресси? Кроме вышеперечисленных пород, долгое время, почти весь период 70-х, 80-х и начало 90-х были популярны пудели Как правило, эту породу заводили люди взрослые, которым нравился декоративный внешний вид собаки, ее послушный характер и легкость дрессировки Несколько особняком от перечисленных пород стоял немецкий док Эту огромную, умную и сильную собаку мог позволить себе не каждый желающий Слишком дорого, слишком много места нужно в квартире, слишком много расходов на содержание Исходя из всего этого, было принято считать породу элитной, подчеркивающей статус и тонкий вкус ее владельца Ближе к концу 80-х и началу 90-х интерес к крупным породам собак снизился В них начинается нить функциональность, которая сочетается с красивым экстерьером и небольшим размером Так появляется интерес к спаниелям, секторам, таксам и различным представителям группы Трье Клуб служебного собаководства в Караганде начался с секции породы собаки-боксер в 1962 году И постепенно в эту секцию приходили любители собак и потихонечку разрасталось Естественно, что любимой породой была тогда на тот момент немецкая овчарка в скобках, восточноевропейская овчарка Ну и потом, конечно, привозили другие породы собак И уже где-то с 1964 года клуб служебного собаководства начал расширяться, начал пополняться новыми породами Естественно, что желающих на тот момент было очень много И чтобы, допустим, взять щенка в клубе, именно чтобы это был породистый щенок Нужно было вставать в очередь, записываться в очередь на щенка Это мог быть и год, и два проходил Потом приходило извещение из клуба, что ваш щенок родился, приходите, забирайте Увеличение различных пород собак, оно постепенно, что не сразу Потому что собаки всегда стоили достаточно дорого Допустим, на конец 70-х, я могу точно сказать Щенок овчарки стоил 60 рублей Ну, это достаточно большая цена для собаки А если это какая-то декоративная порода, ну, в плане колли Доги, они могли стоить еще дороже Потому что и собак было мало, и цены на них были такие достаточно высокие Ну, и что могу сказать про старую караганду? Увлечение было такое С собаками с удовольствием ходили, гуляли, занимались дрессировкой с собаками В те времена у нас был такой вид спорта Военизированное многоборье со служебными собаками То есть приходили юноши-девушки, которые занимались, дрессировали собачек Там у нас был, значит, бег 100 метров Это, естественно, на время со своей собакой Потом преодоление полосы препятствий То есть и собака преодолевала препятствия, и за ней хозяин бежал, также преодолевал препятствия Потом отдельно была стрельба в тире Ну, и, естественно, что было задержание нарушителя Что всегда было очень интересно для обывателей посмотреть У нас была очень сильная команда в Караганде и в Тимиртау Ездили на всесоюзные соревнования В общем, завоевывали призовые места Как-то это было очень распространено И это было достаточно интересно Выставки проходили у нас на запасном поле стадиона «Шахтер» Это всегда было тоже ярко, красочно Это были всегда события такие, что выставка собак С удовольствием собиралось очень много зрителей То есть был парад участников Все участники проходили парадом на собаках Там бренчали медальки какие-то Всегда было интересно Отношение было другое к собакам Держали и в своих домах И в квартирах держали собак И занимались как-то с собаками Люди были увлечены этим в основном Ну, как бы, не то что молодежь Даже взрослые люди с удовольствием занимались с собаками Отношение было другое Мы спокойно могли ездить в автобусе с собаками Поводочек, намордник Мы заходили с собачками в автобусе ездили Мы ходили по городу Как бы, не то что гуляли там, распускали собак Отношение было другое к собакам Более доброе, наверное Владелец собаки всегда О, смотрите, у него собака Она такая умная Еще если он вышел с манишкой и с медалями Там на груди Практически герой был Потому что действительно заработать такие медальки Это было Много вкладывать в собаку Как в экстерьерном плане Так, ну, в смысле, с выставок Приносить медали, допустим И получать те же медальки по рабочим качествам То есть дрессируя собаку, сдавая экзамены Это тоже большой труд Любовь к братьям нашим меньшим Также находила свое отражение И в выпуске марок на стенах И карманных календарей Значков керамических фигурок Сигареты друг Белка и стрелка в космосе Песня пропала собака И множество мультов Самый трогательный из которых Был нарисован в 1967 году Маленькая девочка мечтала о собаке Но мама была против Тогда девочка выдумала себе собачку из варежки Она ведет нового друга на соревнования Собачка первой успевает отыскать палку Но на полосе препятствий Цепляется петелькой за гвоздь Вязаный щенок снова превращается в варежку